Новости на информационном канале Севастополя Новости на информационном канале Севастополя В Севастополе поздравления принимали более 3000 работников дошкольных образовательных учреждений В честь праздника – концерт и награждение лучших педагогов На мероприятие побывала Юлия Ефремова Александра Гончар работе воспитателем посвятила 17 лет жизни Любовь к своему делу доказывает не только ежедневным трудом Неоднократно занимала призовые места на профессиональных конкурсах В 2015 году я заняла второе место в региональном конкурсе «Воспитатель года» И в этом году я выиграла губернаторский конкурс Профессия мне очень нравится, я ее люблю, я люблю деток Мне кажется, если воспитатель не будет отдавать полностью себя этой профессии Ну тогда не получится и ничего, работает В этот день в Севастополе ветеранов педагогического труда и молодых воспитателей Поздравили во дворце детского и юношеского творчества Здесь прошел праздничный концерт Любимых воспитателей сегодня поздравляю От всей души здоровья и счастья желаю В холле организовали выставку работ воспитанников детских садов города Рисунки и подделки стали открытками для педагогов Напомним, всего в Севастополе около 3000 работников дошкольного образования Из них 1300 воспитателей Их численность в этом году пополнилась 15 молодыми специалистами Мы привлекаем молодых специалистов И в том числе нашим молодым специалистам В течение трех лет выплачивается 20% как лад Я думаю, что это тоже большое подспорье и в финансовом плане в том числе И это стимул для того, чтобы все-таки работать А вообще, конечно же, воспитатели Это особая каста Идут они работать не из-за денег Идут они работать из-за детей В этот день в Севастополе отметили еще одну знаменательную дату Столетия дошкольного образования в городе Сегодня правительство оказывает поддержку в этой области По поручению губернатора вносятся изменения в бюджет И порядка 90 миллионов рублей уже в этом году должно быть на эти цели израсходов В Севастополе сегодня работают 77 образовательных учреждений Согласно стратегии развития Севастополя Порядка двух десятков новых детских садов появятся в городе в ближайшие пять лет Юлия Ефремова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя Яркая разноцветная глазурь, вкусные сладости и море положительных эмоций В Севастопольском центре содействия семейному воспитанию провели мастер-класс по росписи пряников Сладкие поделки ребята готовили специально ко дню воспитателя Подробности у Вероники Андреевой На столе сразу несколько пряников в виде домика, дерева, человечка и кораблика Какими именно они будут, решают сами ребята Полет фантазии никто не ограничивает Я нарисую, сейчас кофточку раскрасываю О, Валечка нажимает, да А еще что ты нарисовал? Еще нарисовал я глазки, ротик, носик и еще стальненький Когда они высохнут, можно их поесть Да, как думаешь, вкусные? Да Также ребята расписывают и пряничную ромашку На ее лепестках пишут свои заветные желания Ведет занятие одна из активистов города мастеров, объединение ремесленников Первый раз подобный мастер-класс провели по инициативе севастопольского благочиния еще два года назад Пряник изготовлен по рецептуре 17 века В стиле русских традиций Выпекается только на экологичных продуктах Это мед, мука Обязательно там присутствуют пряности А расписываем мы сахарной глазурью Как делали это раньше Взбивали сахарный песок с яичным белком И получилась сахарная радужная глазурь Такие мастер-классы хорошо влияют на творческое мышление и мелкую моторику малышей Что также и развивает память и внимание Конечно, это еще и положительные эмоции В мастер-классе участвуют менее 10 человек Совместное творчество объединяет ребят и воспитателей Мастер-класс у нас проходит очень часто Раз в неделю стабильно Это различные направленности Вчера мы делали, например, у нас был букет из конфет Мы очень много работаем с глиной Потом у нас есть, приходят там, мы рисуем Самые красивые пряники ребята собираются подарить своим воспитателям 29 сентября Когда в Севастопольском детском доме будут отмечать этот профессиональный праздник Каков севастопольский пряник на вкус Узнавали Вероника Андреева и Павел Булгаков Информационный канал Севастополя Полигон в районе села Хмельницкого На котором много лет обезвреживали боеприпасы Закрывается Причина – начало строительства газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь К началу октября в городе откроют новую площадку, предназначенную для уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны Для этих целей уже утвердили земельный участок в районе горы Каракабан Соответствующий проект постановления приняли сегодня на заседании правительства Севастополя Зона специального назначения будет иметь отдельный регламент использования и охраняться В течение ближайших 10 дней специалисты выполняют все необходимые работы по обустройству площадки После этого ее ведут в эксплуатацию Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг рейсов авиакомпании ВимАвиа С начала недели перевозчик стал задерживать вылеты самолетов, часть рейсов и вовсе отменили На данный момент в аэропорту Симферополя вылета ждут 164 пассажира Вчера на совещании правительства страны Владимир Путин раскритиковал Министерство транспорта России А именно критерии оценки, по которым должно быть ясно Способна ли авиакомпания добросовестно выполнять свои обязательства Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие? Критериям соответствуют, а работать не может Десятки тысяч людей, десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации Я обращаю внимание курирующего транспорта вице-премьера Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли Недостаточно Может быть вы перегружены слишком Мы уже говорили об этом И хочу министру сказать Я объявляю вам о неполном служебном соответствии Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно Тогда мы подумаем с Митом Анатольевичем, что делать с этим неполном служебном соответствии Если не справитесь, то тоже подумаем Прошу вас быстро и эффективно Проблему эту закрыть По данным информационных агентств, глава Минтранса Максим Соколов После совещания с президентом достиг договоренностей с аэропортами И топливозаправочными компаниями О бесперебойном обслуживании всех рейсов ВИМ-Авиа Состоится ли рейс из Симферополя? Об этом рассказал официальный представитель аэропорта Что касается вылетов из аэропорта Симферополь На текущий момент у нас в расписании стоит рейс на сегодня на 20.50 Информацию об отмене этого рейса, либо его переносе Авиакомпания нам не направляла Поэтому мы считаем, что рейс будет выполнен Аэропорт со своей стороны старается, насколько это возможно В этой ситуации создать максимально комфортные условия для пассажиров Мы предоставляем для них отдельный зал ожидания Роскосмос и НАСА подписали совместное заявление О сотрудничестве области исследования и освоения дальнего космоса Агентства договорились использовать Международную космическую станцию Как основу для исследования ТН-космоса А также взаимодействовать по лунной программе Для этого создадут единую платформу Для проведения миссий на окололунной орбите и ее поверхности Стандарты стыковочного узла будущей станции Созданы на основе российских разработок Как и системы жизнеобеспечения космонавтов 28 сентября отмечают Международный день моря Дату утвердили в 1978 году Чтобы привлечь внимание общественности к охране морской среды Как уберечь Черное море в нашем регионе Узнавала Юлия Ефремова Проблемы Черного моря от проблем других морей Отличаются не сильно практически во всех случаях На биологическую и экологическую ситуации влияет жизнедеятельность человека Ежегодно в акваторию Черного моря попадает около 10 миллионов тонн органических веществ Почти 400 тысяч тонн соединений азота и фосфора И около 200 тысяч тонн нефтепродуктов Сотрудники Севастопольского института морских биологических исследований Оценили способность Черного моря к самоочищению Она составляет 4000 тонны в год Самостоятельно справиться природе невозможно Загрязнители накапливаются и негативно влияют не только на жизнь морских обитателей В Севастополе многие сталкивались с тем Когда покупаем на базаре султанку или кефали Она имеет небольшой, а иногда даже и выраженный нефтяной запах То есть это рыба, которая питалась в загрязненных участках И в тканях накапливаются те же нефтепродукции И другие тассические соединения Многие из них способны приводить впоследствии к онкологическим заболеваниям К негативным последствиям привести может даже купание в загрязненной воде Большинство видов загрязнителей мы просто не видим Так сказать, невооруженным глазом Требуются различные химические или микробические исследования Поэтому вот купание в загрязненной воде может приводить к разным последствиям То есть если это загрязнение идет кондиционными стоками, не защищенными То, естественно, это может приводить к критичным заболеваниям И человека, и отравлениям кишечным, желудочно-кишечным заболеваниям и так далее И, знаете, можно даже, и существуют ли заболевания гепатитом Как защитить Черное море от загрязнения, знают даже дети Не бросать всякие бумажки от конфет железные, бутылки, стекло Топоры бы спокойно плавали и душали Я не люблю многоязно езать Это многоязно и неуютно Среди всего многообразия методов борьбы за чистоту морей биологический В частности, в нашем институте, в нашем отделе, в том числе, разрабатываются методы К изготовлению систем биологической очистки Которые используют в качестве первого звена всем известных моллюсков мидии Которые очень активно фильтруют воду, извлекают ее из загрязнения Концентрируют их в своих выделениях Они потом подседают на дно И там уже трансформируются с участием бактерий и других организмов бентуса Сегодня охрана Черного моря осуществляется и на международном уровне Основные регулирующие документы, которые подписали все страны Черноморского бассейна Стратегический план защиты Черного моря и Бухарестская конвенция Основные, скажем так, основополагающие международные документы Которые придерживаются все черноморские страны И согласно им они обязуются принимать определенные усилия По предотвращению загрязнения, по принятию каких-то действий По охране, по мониторингу загрязнения и так далее Кроме этого существует еще, конечно, и множество локальных местных актов Благосостояние нашего моря зависит не только от документов и промышленных предприятий Самое главное – сознание людей В Институте биологических исследований отмечают Отравляя жизнь морским обитателям, мы отравляем ее и себе Юлия Ефремова, Сергей Котляренко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя 20 художников из России и Украины 20 дней будут вдохновляться природой Крыма и обмениваться опытом В таком формате пройдет 20-й традиционный севастопольский пленэр На юбилейной выставке побывала и наша съемочная группа Эта выставка – своеобразная ретроспектива пленэра 57 работ из фонда Севастопольского художественного музея имени Крошицкого и арт-отеля «Украина» Экспозиция представлена дарами авторов, многих из них уже нет в живых Такой грустный акцент мы решили сделать именно на своих работах Показав членов творческих коллективов за эти годы Но, к сожалению, уже ушедших из жизни Вот мы из своей коллекции показали эти работы Крымский художник Евгений Рыман участвует в пленэре 8-й год подряд В экспозиции на самом видном месте его работа 2009 года Навеянная дождем и своеобразным чувством Она так и называется – «Калина-любовь» Я просто одно место знаю в Соколине, где растет калина И каждый год туда езжу с секатором и режу очень много калины Потому что я люблю Калину И просто эти пленэры были на месяц раньше И где-то в конце августа, в начале сентября Нет таких цветов, которые любят художники, живописные Цветы такие продаются на рынках, которые писать нельзя Художник уверяет – пленэры необходимы для общения, обмена опытом И главное – для создания здоровой конкуренции Художник сам по себе одиночка Но ему всегда необходимо своими работами с кем-то поделиться С коллегами, как правило Потому что коллеги могут оценить, понимаете Потому что когда ты работаешь в стол, это всегда трагедия Подстегивает, когда ты видишь, что у кого-то получается лучше Ты по-хорошему завидуешь И стараешься как бы не уронить себя Стараешься сделать тоже хорошо Вот это всё в таких отношениях – это просто здорово За 20 лет участие в пленэре приняли более 100 художников из России и Украины С каждым годом их становится всё больше, а конкурсный отбор – жёстче На подхвате новое поколение учащейся Севастопольской художественной школы На выставку пришли добровольно, всем классом В планах выставляться наравне с профессионалами Я увижу, как рисуют другие художники И посмотрю, как они рисуют И буду рисовать так же, как они Я бы хотела сниматься вот к такой картине Мне нравится эта картина Потому что она так набросана небрежно Мне такой стиль больше нравится, чем остальные В этом году цифра 20 стала для пленэра символичной 20 лет, 20 художников, 20 дней, чтобы творить, вдохновляться и дарить искусство другим Яна Бех, Наталья Мешкова, Андрей Лущенко, информационный канал Севастополя И о погоде Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 сентября в Севастополе переменная облачность Без осадков ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла Днем 17-19 со знаком плюс Это были все новости к этому часу Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте Телефон редакции 54-51-12 В студии работала Левтина Игнатьева Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин